всем привет с вами джон кобра и в сегодняшнем ролике у нас будет обзор нового обновления в котором мы посмотрим на новую лимитированную машину и конечно же проведем ее тест драйвик но в конце этого ролика конечно же посмотрим на новые кодики которые появились в кар dealership так я так получилось что данное обновление является второй частью пасхального ивента и понятное дело по большей части именно новый ивентик 2 неделя ивента является самым главным и остальным в этом ивенте поэтому разработчики я так понял не сильно заморачиваясь над обновой они чисто сделали новый ивентик то есть продолжение старого ивентика и добавили новую лимитированную одну машину и все в общем на этом обнова у нас немного заканчивается да это на самом-то деле очень очень грустненько но поэтому именно в этом ролике мы посмотрим на новую машинку на новую лимитку которая представляет из себя lamborghini и называется сейчас чтобы точно не обманывать вас люди скажут как она точно называется эта машина точно называется lamborghini lamborghini равен да я хотел сказать ревок но она называется именно равен и сегодня мы идите купим но вообще собственно говоря я только что зашел этот ролик сейчас немного вести в чем заключается смысл этого ивента вы берете машину ждете пока пойдет 4 минуты на карте исполнится яйцо вы его берете и за счет этого зарабатываете себе на жизнь вот так вот вот так вот и живем в этом и заключается суть этого ивента и на прохождение этого ивента у вас идет ни много ни мало но аж и целых три часа да поэтому люди которые решатся все-таки его пройти и можно просто просто пожелать удачи потому что она им понадобится без удачи я не знаю что они делать будут ну все берем вот это вот яйцо и у нас вот здесь вот в нашем менюшечке появляется кольцо яйцо которое мы собрали сейчас прошел сначала обнову уже 40 минут и вот за 40 минут мы подняли не даже за 50 минут мы подняли десятиц согласитесь это прекрасно нам надо еще пять раз вот так же посидеть то есть еще пять 4-3 часа и вообще ничего здесь хорошего и нету ивента вот этот реально очень тяжелый но награда за него достаточно хорошая одна из самых лучших лимитов то есть не лимиток а ивентовских машин вообще самая лучшая ивентовская машина которая однозначно однозначно стоит своей цены ну что же давайте теперь уже перейдем непосредственно непосредственно к покупке лимитки и вообще там немного говорился не лимитка самая быстро а сама бытовская ивентовская машина на принципе я иногда в них путаюсь и конечно же я джон кобра с кем собственно говоря не бывает ну что ж покупаем за 7 миллионов новую лимитированную машину давайте во первых на нее посмотрим смотрите у нее получается а в дэй то есть полный привод дать я выучил привода да я выучил мне получается полный привод также у них неплохо управляемость скорость неплохо да нет кого я обманываю скорость этой машины ужасная это даже не стандартно скорость ними так она намного ниже обычно также можем постараться чистый весь кузов колеса и тормоза это так я понял марат цвету этой машины тоже самое обычное не лимитированы ничего в общем такая стандартника обычная машинка ну что же давайте на нее посмотрим что она себя представляет так все спаллим новую лимитку вот как она выглядит ну смотрите в принципе выглядит достаточно неплохо выглядит достаточно неплохо но все равно кажется что в ней чего-то не хватает в принципе едет она я бы не сказал что прямо ужасно я вот на нее поставил колеса разгоняется она неплохо но из себя она представляет самую обычную машину а не электрокар так как она звучит давайте сейчас послушаем ну звуки у нее тоже самые стандартные самые обычные звуки ламборгиния ну вот что собственно говоря мы и получаем за 7 миллионов такая обычненькая стандартненькая машиночка также я так мне говорили что у нее появился какой-то спойлер но сейчас я вот его не вижу вообще не вижу никакого спойлера либо у меня в сломалте либо я еще не знаю что с ней происходит так давайте сейчас перереспал немножко перереспал ним ее да потому что наверное у меня есть получался баг потому что что-то мне да и поменялось где это машина наряно бы чем медленно и что были ли митки которое чуть помедленнее будет ее а вот смотрите мы начинаем только движение vibrée почему у меня машины не едут почему не я не сломалась так как только мы начинаем движения у нас вот эти вот не только вот спойлер открывается но еще и открываются вот эти штуки, а когда мы останавливаемся, они не убираются мне кажется, все понимаю, но как-то это немного странно выглядит, получается, у нас вроде что-то меняется, вроде спойлера как бы есть, но как только мы тормозим, они у нас не убираются ну, понимаю, понимаю понимаю, я не знаю, с чем это связано и из-за чего у нас такие проблемки но, мне кажется мне кажется, так быть не должно либо я что-то путаю но вообще, по-хорошей части, единственное, что в этой машине прикольного, это вот такой вот спойлер, который сбоку открывается так, все ее характеристики намного ниже средних и в принципе, покупать эту машину стоит только в том случае, если у вас есть лишние деньги, и вы вот просто хочете, прямо очень сильно, хочете себе коллекции лимитированных машин ну что же, теперь давайте перейдем непосредственно к тест-драйву новой лимиточки, конечно же вот что я в первую очередь могу сказать про эту машину машина управляется относительно хорошо но при всем при этом, она имеет достаточно большой, именно долгий разгон и в принципе у нее очень еще маленькая максимальная скорость поэтому, по большей части эта машина не самый удачный вариант для гонок если бы точнее, она вообще не удачный вариант единственное в чем, как я уже говорил ранее, ее достижения именно прям, прям реально интересная штука и элементы этой машины это именно вот такие вот уникальные спойлеры которые поднимаются но в принципе, они и не опускаются когда ты останавливаешься получается, ты отойдешься в машину и эти спойлеры поднимаются и только когда ты из нее выходишь, они опускаются и это на самом деле грустненько было бы прикольно, когда ты тормозил и они опускались а то так, как будто они как бы есть но их как бы нет и это на самом деле достаточно грустно получается это на самом деле получается достаточно грустно также машина тормозит немного, иногда не очень и входит в повороты, тоже не очень иногда теряет достаточно много скорости а гоночку, вот самую обычненькую она проходит за... примерно за сколько? что-то снова с гонкой произошло? нас что-то с гонки кизнуло, я хотел проверить за сколько наша машина поедет в гонку но в самом последний момент из гонки нас решила удалить я вот сейчас заметил, вот мы уже пытались заснять этот момент и постоянно гонки ломались это наверное тоже подарок от разработчиков но в тот момент, когда появляется вот этот таймер либо он обновляется, либо удаляется и из-за ивента все ломается мне кажется, так быть не должно сразу видно, что вот это вот разработчики немного не продумали но в итоге, что я могу сказать про эту машину у нее не очень хорошая скорость неплохая управляемость разгончик, то есть за сколько она проезжает вон туда, вон туда, вон туда драг-рейс, гоночку это 9,9 секунд примерно поэтому и разгончик у нее тоже не очень хороший в общем, такая лимиточка, которой в принципе можно дать оценку ниже среднего и на самом-то деле это немного грустненько да, это немного грустненько что можно еще сказать про ее внешний вид ну не знаю, лично мне внешний вид этой машины не дошел как по мне, Авинтадор выглядит намного круче либо та же самая Ламборгини Тильза она тоже выглядит очень-очень прикольно а так на самом-то деле в принципе, для коллекции эту машину купить можно однозначно но мы так и не проедем эту сегодня гонку из-за этого имента вообще, ну и Ивинт как так-то? хотя разработчики, наверное, о нас думали специально, чтобы мы не забыли про яйца и источник собрали они нас выкидывают из гоночки но все равно не смешно все равно получается очень грустно кто бы что бы не говорил но это не есть хорошо это реально не есть хорошо когда тебя выкидывают посередине гонки думаю, лучше бы какие-нибудь уведомления что-ли делать либо еще что-то в этом роде а то реально прям как-то грустненько получается и вообще совсем не весело ну а теперь, я думаю, мы можем перейти непосредственно к кодикам заходим вот в этот канал и тут начинаем вводить кодики конечно же, кодиков на самом-то деле их как-то так у них реально очень много если вы введете все эти кодики то, в принципе, разбогатите на самом-то деле, хорошо, что разработчики КДТ оставляют такие прекраснейшие подарки для начинающих игроков потому что вот если начинающий игрок ведет все вот эти активные сейчас действительные коды то он получит такие суммы что он сразу сможет купить очень-очень крутую тачку так-так-так, давайте сейчас введем еще вот этот кодик и все эти коды у меня уже были активированы и если эти коды, конечно, бы не работали тогда вам бы написало, что они у вас не работают вот так вот, вот так вот, вот так вот также вводим вот этот еще кодик который был давным-давно вот кодики с Новым Годом уже пошли Новый Год был сколько там? 4 месяца назад а разработчики до сих пор, до сих пор до сих пор крутят вот эти кодики и на самом-то деле это хорошо что разработчики, возможно, про эти коды забыли еще что-то с ними сделали либо специально оставили, чтобы начинающие игроки могли очень-очень-очень быстро прокачаться также еще в Cardioloft Тайкуне есть вот такие вот кодики их настолько много, что я вот этих всех скопировал и вот пока я их всех вставляю уже проходит треть ролика реально такая жесть вот еще есть такой код и еще и такой, и такой и на шестутка лайков и есть код Полис, который был из недавних обновлений также есть кодик кодик X2022 который был с предыдущего ролика и появился вот такой вот новый кодик 900 миллионов визитов вводите этот кодик и получаете 90 тысяч баксиков и это на самом-то деле очень-очень-очень прикольно потому что 90 тысяч долларов на дороге не валяется хотя валяется, именно если вы прокатитесь по дороге вы столько примерно и получите за наличный на сженком образ только получается за один круг ну в принципе, я думаю, эти кодики ввести можно а для начинающих кодиков, понятное дело кодики это самые настоящие подарочки конечно же, я надеюсь, что вот этот ролик по обзору сегодняшнего обновления в котором мы еще и купили новую лимитированную вашу машину вам, конечно же, понравился и также, конечно же, надеюсь, что вы обязательно поставили этому ролику лайк и, конечно же, подписались на мой канал потому что на этом канале выходит много интересных роликов посвященных Кардиларшип Тайкуну ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра всем спасибо за просмотр и всем пока! пока!